Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие Господи, всечестные владыки, благословители, дорогие бабушки, всечестные отцы, хотел, во-первых, поблагодарить нашу епархию и попечительский фонд, фонд попечения о нуждах Русской зарубежной церкви, который выделил средства и стало возможным вот такое чудное видеообщение. Я сам принял участие в семинаре, который проводил протопредставитель Валерий Лукьянов, и считаю это крайне полезно, и получил огромное духовное удовольствие, пользу, реальную пользу, послушал и о литургике, и о гамилетике. И сегодня мне, грешнику, дается возможность поделиться опытом. Я понимаю, что опыт мой минимальный, и, конечно, много не могу сказать батюшкам, но надеюсь, что как-то Господь поможет, и просто по искренности сердца Господь не именит мне во грех все неточности и неправильности, которые вы сегодня, может быть, уловите в нашей небольшой лекции. По сути, это даже не лекция, я не являюсь профессиональным наркологом, я просто руковожу Домом трудолюбия, который существует на Брайтоне, и мы, собственно, ведем беседу с вами из церкви Престой Богородицы «Неупиваемая чаша», которая появилась именно как маленькая часовинка сначала, и часовинка это была даже не «Неупиваемая чаша», а «Стого Иоанна Кронштадтского». Сам Дом трудолюбия до сих пор носит название «Стого праведного Иоанна Кронштадтского». И из этой часовинки потихонечку приходило все больше и больше людей, и вот потихонечку стал организовываться приход имени грешника в 2005 году. Владыка Гавриил рукоположил во священники, дабы я мог быть настоятелем вот этой церкви, только что тогда родившейся. Соответственно, какой опыт я могу свой передать? Совершенно мизерный, через наши стены прошло не очень много, наверное, около 200 душ человеческих на сегодняшний день. Какой-то минимальный опыт, конечно, это дает, и хотел бы просто обратиться к вам, дорогие пастыри. Не бояться, когда приходит человек со своими болезнями, со своими страстьми, потому что я часто очень наблюдаю в приходах такое как бы отторжение, что если приходит брат, и он еще, может быть, даже не готов на исповедь пойти, он просто подходит к священнику и говорит, «Батюшка, я вот здесь пью, не знаю, что же мне делать». Естественная реакция священника, как бы не оградить своих достопочтимых прихожан от проникновения вот таких элементов, которые могут разрушить мир в моем приходе, и добрые прихожане могут развернуться и уйти, и вообще перестать приходить, потому что не хотят молиться рядом с таким как бы мусором общества. И мне кажется, что это очень антихристианский такой как бы постулат, потому что за каждым алкоголиком, за каждым наркоманом стоит сам Христос, ведь у этого человека бессмертная душа. И наш пасторский долг, конечно, как-то попытаться обнять и привести этого человека к спасению. Итак, давайте начнем нашу небольшую лекцию с попытки определить, а что же такое зависимость вообще? Я обращаюсь к этому вопросу к очень многим людям, и интересно, что практически каждый дает собственное определение. На мой взгляд, зависимость – это с духовной точки зрения, как бы перерастание страстей человеческих в степень, когда нарушается уже физиология человека. Да, не только его духовное состояние, а уже изменения происходят на уровне центральной системы, то есть физиологические изменения, и человек становится зависимым не только от сил злобы поднебесной. Мы все, пожалуй, в той или иной степени, конечно, зависимы от духов злобы. Во всяком случае, они пытаются эту зависимость нам навязать. Но также зависимый человек становится от каких-то химических препаратов или от молекул алкоголя, или от молекул героина, кокаина, или от каких-то действий. Например, людоман независим от химической инстанции, он субстанции, а зависим от самого факта игры в казино. Любая азартная игра у людомана вызывает всплеск, который очень похож, чисто физиологически похож на то, что испытывает наркоман во время принятия дозы, скажем, или алкоголик во время потребления алкоголя. И нам надо понять, что если чисто с физиологической точки зрения происходит гиперактивность определенной зоны мозга, если эта гиперактивность проявляется еще и еще и еще один раз, то очень быстро возникает зависимость. Спортсмены профессиональные говорят, что они зависимы от того адреналина, который выбрасывается на больших соревнованиях, и они, уйдя из большого спорта, еще иногда десятилетиями переживают это, им это снится, они мечтают в это все вернуться. Часто люди, которые занимались торгами на Уолл-стрите, тоже говорят, что именно этот адреналин им нужен больше, чем что-нибудь еще, чем заработок или проигрыш сам. Итак, мы понимаем, что зависимость бывает самых различных толков и направлений. Человек может зависеть и от компьютерных игр, и от компьютеров вообще, может зависеть от своей работы, может зависеть от каких-то своих друзей, то есть даже могут возникать в жизни человека взаимоотношения, которые уже попадают под тип зависимости. Мы же сегодня в основном остановимся как бы для упрощения задачи на таких простых зависимостях, которые понятны всем, и речь пойдет в основном об алко- и наркозависимости. Итак, какие методы на сегодняшний момент предлагает современная медицина и современные духовные реабилитационные центры для помощи зависимым людям. Можно смело разделить как бы на несколько таких принципиальных категорий. Для упрощения можно даже как бы на две самых диаметрально противоположных. Первая категория – это чисто духовные реабилитационные центры. Там, где заявляется, что никакая помощь медицинская не нужна человеку, и достаточно просто прийти, настроиться на исповедь и открыть душу свою Господу Богу. И Господь устроит все по просьбе, молящемуся, по вере Его, исцелит человека. И человек пойдет уже исцеленным по жизни, уже потеряет всякую зависимость. Я могу свидетельствовать, что видел действительно совершенно феноменальные, на мой взгляд, результаты реабилитационных центров, таких как Центр душепопечительного окормления зависимых в Москве на Куртицком подворье под руководством игумена Анатолия Берестова. Батюшка свидетельствует, что процент реабилитации колоссально высок за последние годы, когда он начинал, у него было там около 30-40%, процент увеличился, и вот за 15 лет он достиг результатов более 90%, что, конечно, немыслимо, но надо понять, что это как бы уже, мы говорим о чудесах, которые творит Господь, а не обычных примерах жизни подобных центров. Так вот, что же можно посоветовать просто пастыре, да? Вот посоветовать пойти по пути батюшке Анатолия Берестова и отказаться от любой врачебной помощи, на мой взгляд, это надо быть самим игуменом Анатолием, вот, с его колоссальным духовным опытом, и так уметь раскрыть душу человеческую в первой исповеди, что у 90% переживающих исповедь с ним действительно исчезает в лечении к алкоголю или к наркотикам. Можем ли мы насаждать как бы эту методику и советовать ее? Вот, я думаю, что это было бы не очень разумно. Есть другая сторона, да, есть батюшки, которые говорят, что, ну, это вообще не дело пастырей, по сути. Пришел такой человек, ну, чем мы ему можем реально помочь? Ну, он не готов для исповеди, он не готов для духовной жизни. Давайте направим его к врачам, к профессиональным наркологам, они позаботятся о нем, и когда уже человек будет освобожденный от зависимости, он к нам, Бог даст, придет, и мы будем его наставлять на путь истины. В этом, конечно, тоже есть доля разумности. Как сказал один батюшка, который активно занимается реабилитацией бездомных, сказал, что для многих людей, даже чтобы зайти на уровень нулевой отметки, необходимо пройти колоссальный-колоссальный путь. Это так и есть. Дело в том, что для ребят, которые оказываются на улицах, которые буквально растоптаны своей зависимостью, действительно, первая задача – это прийти просто в человеческое естество. Мы не говорим даже о том, чтобы подняться на какие-то христианские, до христианских ценностей, до христианского понимания мира, а мы говорим просто о том, чтобы стать хотя бы человеком. Из недочеловеческого, какого-то животного состояния, обратиться в состояние человеческое. А потом уже как бы наслаждать человеку истинно христианские, высокие, о спасении души его. Опять-таки, в этом подходе, в подходе чисто в обращении всего упования, всей надежды на медицинскую помощь, есть масса изъянов. И те иллюстрации, которые я вам сегодня… Живые иллюстрации с живыми ребятами, которые прошли нашу реабилитацию, вот здесь вот в Доме трудолюбия, я думаю, что они достаточно сами за себя говорят. Храмы сего Александр. Стоп. Саша, я тебе сказал не вставать. Почему? Да, в декабре 2005 года, ну, до этого были попытки, ну, не попасть в Дом трудолюбия, а попасть хотя бы в церковь. Ну, ну, я попал в братство. В братство Дома трудолюбия. Конечно, шаги были там тоже тяжелые, первые дни для меня были тяжелые, все это перестроить. Было все непонятно. С мирской жизнью попасть в церковную. Много, вообще не то, что много, вообще было все непонятно. Ну, для чего, почему, и кто это, и кто такой этот добрый дядя, и почему он помогает людям. Это было, ну, непонятно. Ну, да, ну, там нашу судьбу. Да, католики там иногда давали доллары, иногда два, иногда давали какой-то там паек перекусить. Ну, это было понятно, что какой-то дядя давал возможность переспать в тепле, созданное какое-то братство. Ну, это было вообще непонятно. Просто было непонятно. Человеку мирскому, который, ну, как, даже не мирскому, я не знаю, с какого мира, уже как правильно характеризовать. Ну, можно сказать, если правильно характеризовать, то мир такой уличный, криминальный. Вот это вот скорее, это более так, ну, что-то приближенно, уличный, криминальный. Потому что там на улице процветает все. Как и криминал, как и не криминал. И вот с такого мира попасть в церковную такую обстановку. Ну, вообще. Мне сейчас спроси, я не могу даже это понять. Ну, а первое, это еще была, конечно, проблема, сильная проблема была с алкоголем. Очень сильная проблема была с алкоголем. Ты просто тянула опять, да? Да, опять тянула. Ты чувствовал, что кто-то тащит тебя. Опять тянула, тянула и тянула. И я думаю, господи, зачем мне эти молитвы? Я не хочу, мне не надо ни молитвы, ни этих кафесток. Какие там мирские мчины? И что там такое происходит? Мне там все непонятно. И скорее бы спать, и скорее бы это. И мысли крутились одни. Вот скорее бы уже, ну, в декабре приняли, вот уже январь, а вот уже февраль. Вот, слава богу, там март, и пора опять уходить. А почему не ушел? А почему не ушел? Потому что в этот день, в этот день я работал, ну, подрабатывал в журнале и копил немного денег. Конечно, хотелось выпить, это безусловно. Это и понятно, что после такого продолжительной жизни... Сколько лет ты прожил на улице? На улице, да, прилично лет. Прилично. Где-то около восьми тогда? Да, восемь лет. Восемь лет – это, так сказать, без нон-стопа. Да, это пошло. А так, там может быть и больше, потому что там были какие-то попытки снятия арендов. Только снял, выпил, опять выгнали. Снял, выпил, выгнали. Ну, такие эпизоды были. А без нон-стопа... А вот, братья, ты говорил, что ты до этого, где-то с 22 лет, да, ты сказал, пытался обращаться к врачам. Да, да. Я жил в Киеве и попал в 22 года. После армии хорошо тоже там. Начал поддавать, начал поддавать, и я не помню, что мне так влекло, но мне уже на работе сказали, говорит, тебе нужно увидеть нарколога. И я попал к наркологу в 22 года. Хотя я понимал, что нельзя попадать к наркологу, потому что не будет ни драйва-лайсенса потом, ничего. Но там уже, как говорится, было, ну, я не знаю, страх, не страх. Ну, просто попал к наркологу. И нарколог это очень такой человек, который меня все-таки оторвал от этого дела, направил. Не сразу. Я потом остановился где-то на год, опять срыв, год остановил, опять срыв, опять срыв. Получается, что-то смотри, брат, интересно. Ну, остановки были, остановки были, да. Но продолжительной остановки не было. Остановка на год была, было даже там, допустим, на 2 года остановка. Да, было, он направлял, направлял. То есть, получается, что, как бы, дело хорошее, общаться с врачами и с наркологами, но это просто недостаточно. Да, это недостаточно. Так вы меня оторвали от той мысли. Почему? Почему? Все было уже готово. Все было уже готово. Мысли были, деньги в кармане. Осталось дождаться немножко теплых дней. Я думал, ты, священник, там поговори, мы тебя послушаем внимательно. И, короче, как солнышко засияет, настрит, а уже денег было около 500 долларов. Думаю, о, ну, хорошо, добрый дядя помог тебе уже не выпить потом. Хорошенько, не погулять. И вот, мне надо было идти в этот день на работу. Я не помню, был какой-то праздник церковный, в которых я в этих праздниках абсолютно ничего не знал. Я не знал, что есть такой православный календарь церковный. Понятия не имел о нем. И вы были в алтаре. И вы сказали, зайди в алтарь и помоги мне держать кадил. Помоги мне держать кадил. А я вот зашел в алтарь, а мысли крутятся одни. В этом алтаре я стою и держу это кадило. А мысль крутится одна. Ну, ты смотри, значит, это он меня тут заставляет стоять с этим кадилом. А в этот день я же мог бы поднять каких-то денег, а мне надо тут стоять с этим кадилом. Вот он меня тут начинает нагружать всякое такое. Ну, и вот так постепенно, постепенно. Ну, как постепенно, вы сами знаете. Ты что-то почувствовал, когда первый раз прислужил? Да, да. Первое, это я почувствовал страх. А второе, я послушал инструкции, как там себя надо вести. Это тоже был страх. Я не знаю, как его назвать правильно. Ну, я знаю, как себя уже хотя бы вести в алтаре. Я боялся, во-первых. Там я боялся даже, да и сейчас я. Вы сами знаете, знаю, где чаша жизни, где там ваши все, так сказать, инструменты, копье. Ложиться, я это все, я боюсь даже и сейчас, ни в коем случае не трогаю. Тогда это вообще для меня все это новое. Я, во-первых, очень так, ну, не знаю. Нет, не то, что, ну, где-то и страх, и все остальное. Интересно. Да, ну, алтарь, он не давался сразу. Нет, сразу ничего не давал. Ничего абсолютно. Ну, как-то вот, да, все-таки смог зацепиться за этот спасительный круг. Да, да. И вцепиться в него, да, и уже волны житейского моря тебя не потопили так просто. А посмотри, сколько ребят, которые были с тобой рядом, сколько были похоронены. Это же кошмар. Интересно, что потом, спустя уже даже много лет, мы выходили в подворотник бездомным ребятам, и если мне там заявляли, что, батюшка, ну, мы конченые алкаши, ну, конченые, отстань ты от нас, дай нам спокойно умереть. Я приводил твой пример. Говорю, помните Юрочку, вот, которого звали в подворотник привидения? Ну, конечно, замечательный человек. Говорю, вот, сейчас у меня старший прислужник. И этот пример твоей жизни, он многих подвигал. Спасибо, Господи. Ну, вот, возвращаясь к нашей теме, которую мы сегодня активно обсуждаем, значит, в итоге твоя жизнь, посмотри, получается, что, значит, мало было врачей. Да, нужно был какой-то принципиальный толчок ко Христу. И ты смог переломить жизнь свою, да, то есть, получается, что Христос в тебе победил, но мы не отказывались от врачей, правда? Ты ходил на программу, ты и сейчас приходишь там помочь им рассказать свою историю жизни. Это же замечательно. Да, то есть, получается, что вот, как бы, и молитва, и воцерковление твое, и вход в алтарь, имела колоссальное значение. Ну, и доктора помогли очень сильно. Да еще и третья, наверное, составляющая – это то, что вот Евгений Михайлович, старшой по дому, и братья обняли тебя как-то любовью и согрели. То есть, наверное, не все с кем-то какие-то там, да, не имел живчивость, но в общем и целом, вот, ты смог почувствовать как-то любовь христианскую. Вот это, мне кажется, очень важно. Вот это все, собственно, что я хотел тебя сегодня расспросить, дорогой. Вот, да, спаси Христос, помогите Господь в пути в твоем, вот, стоять, дальше идти вперед и… Ну, батюшка, вы знаете, что я вам сказал в алтаре? Что, да, ты приходишь к врачу, сидит этот, пришел, это медицинский офис. Человек волей-неволей, он чувствует, что он находится где? В больнице. Если ты туда пришел, значит, ты уже больной. А вот когда священник, я не могу вам передать. Если человек, ну, вы сами знаете, я был неверующим. Но когда я вот с вами беседовал, вы давали какие-то наставления, у меня мысли были совсем другие. Ну, врач говорит, это понятно, это говорит одно. Я врача понимаю, он на то и врач, чтобы говорить. Но когда говорит священник, тут уже немного надо подумать. И когда мне одели батюшка крест, вы помните, что я вам сказал. Да, да. Что если бухать, так надо его снять. Все, и продолжать то, что ты продолжал. Веди такую дальше жизнь, веди в мир. А если христианин, то уже не выпить никогда. Это вообще такая замечательная вещь. Замечательная идея. Ну, спаси Христос, дорогой. Ну вот, Сашенька, замечательно, что мы с тобой можем здесь побеседовать. Я хотел просто расспросить тебя. Первое, как ты сам попал в Дом Трублей? Если помнишь свою историю. Я помню очень хорошо, как кто-то позвонил и так далее. А вот с твоей точки зрения, с твоих воспоминаний, как это все произошло? С моих воспоминаний это было, конечно, воспоминание не очень хорошее. Но я одно время притормозил, не пил где-то месяца три и думал, на этом успокоился. И меня прихватил страшный приступ холецистита. Ужасный. Где-то 18 часов непрерывной боли я на стены лез. В Америке ничего не знал абсолютно. Не знал, к кому обратиться, не знал, что можно вызвать скорую помощь. Ко мне пришел приятель и говорит, чем я могу помочь. Я говорю, неси бутылку водки. Он принес бутылку водки. Я ее, можно сказать, всю за один присест, с горлышкой и выпил. Боль прошла. Но и я ушел в запой. В запой я ушел сильный. Меня попросили, хоть я и не был должен заедут, но меня попросили, поскольку пьющий человек никому не нужен, меня попросила уйти из дому хозяйка. Вот. Я не пререкался, сразу же ушел, потому что, в общем-то, я чувствовал себя виноватым. И стыдился этого своего состояния. И пришел к нашему общему знакомому, который тоже бывший насельник Дома трудолюбия, Саша Назаренко, который проживал недалеко от меня и был в состоянии алкогольного опьянения, наверное, последних лет пять. Поскольку я столько времени там прожил, я его ни разу трезвым не видел. И он жил там где-то в каком-то полузаброшенном гараже. И вот в этом гараже я к нему прибился. Но я отчетливо осознавал ту ситуацию, что это путь не никуда. Если мы еще посидим здесь неделю-вторую, нас просто полиция вынесет в мешках вперед ногами. Ну и, в общем-то, голова работала, как спасаться, как выходить из этой ситуации, к кому обратиться, ничего не знали. И в пьяном разговоре Саша упомянул, Саша Назаренко, бывший наш насельник, упомянул то, что есть батюшка, который оказывает помощь лицам, страждущим от алкоголизма и наркомании в Нью-Йорке. Я говорю, у тебя есть его данные. Хоть мы были пьяны, но я ухватился за это как спасательную соломинку. Я говорю, у тебя есть, принеси. Принеси срочно мне координаты этого священника. Значит, он пошел, долго ковырялся там, где-то нашел визитную карточку, принес. Сначала он сам позвонил, но поскольку был сильно пьян, у него еле там заплетался язык и прочее. Я выхватил трубку и кричал в трубку. Отче, спасите, помогите, мы погибаем. Вытащите нас отсюда. Ну и тогда я разговаривал отец с вами. Тогда было получено, так сказать, разрешение, благословение приехать сюда. После этого, когда я сюда появился, я был направлен в детакс, где отлежал 12 дней. Хотя максимально держат в детаксе 5 дней, а наркоманов 7 дней. По тем временам, сейчас не знаю, сейчас порядки изменились. Меня продержали 12 дней, а Сашу Назаренко 16. Я говорю, ты уже, наверное, всю психиатрию Нью-Йоркскую нагрузил. Уникальный случай. И так мы остались в Доме Трудолюбия. После того, как я сюда появился, не без помощи Господа, я перенес три операции. То есть одна операция на холецистит, это удаление камня желчного пузыря. И две операции я перенес по заменению полностью коленных суставов на сегодняшний день. На сегодняшний день, слава тебе, Господи, я чувствую себя удовлетворительно. Водки, в общем-то, и спиртного я не употребляю. И что для меня удивительно, Саша Назаренко, который я, в общем-то, считал, что случай, в общем-то, гиблый. И что он никогда не станет на ноги, настолько он был уже, скажем так, уже спившийся. Он жил, работает, и это очень радостно. И тем ребятам, которым мы оказывали помощь, многим ребятам, это и Паша Неверов, который в настоящее время держит трезвый образ жизни. Это Сергей Ожерельев, который вернулся к женушке и в настоящее время трезвый. А ребята, по сути дела, они погибали, погибали здесь, на Бордовике, погибали на улице. Сергей Ожерельев перенес несколько приступов алкогольной эпилепсии, что очень страшно. Он мог в любой момент умереть. Ну, опять же, Ира, будучи в состоянии таком, будучи беременной, сидела на игле, и мы опять же ее вытащили. И сейчас родился, слава тебе, Господи. Слава Богу, здоровенький ребенок. Да, здоровенький ребеночек, и ребеночек здоровый, развивается, бегает, и в этом очень плоды нашего труда. То есть мы спасли, скажем так, вот, жизни людям, которые Господь спас, да. Господь спас, это абсолютно правильно. Много Господь привел к нам в церковь этих людей. И вот они на сегодняшний день стоят в трезвости, и не надо этого бояться. И они очень благодарны и нашему приходу, и этому настоятелю. И мне порой приятно, так скажем, когда они высказывают слова благодарности. И мой адрес, это тоже приятно. То есть, как говорится, жизнь не проходит зря. Вот, Сашенька, такой вопрос. Благо, тема сегодняшней беседы нашей, это, по сути, попытка пастырем, которые, может быть, зачастую никогда не занимались этой проблемой, или занимались и хотят просто наш опыт перенять, может быть, как-то критически разобрать. Вот, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, чисто вот по твоему опыту, и то, что ты здесь видел, и то, что сам пережил. Если бы подошли вот чисто с одного угла к этой проблеме, чисто вот взяли и госпитализировали тебя. Никакого результата, абсолютно. Никакого результата. И вот почему. Я обосную свою позицию в следующем. Хорошо. Человек, который отлежал в детаксе и желает встать на трезвый путь, естественно, за время своего пьянствования он оброс, скажем, такими социальными связями, лже-такими социальными связями, друзьями, собутыльниками, те, которые не пропускают мимо и зазывают его. Вот здесь роль и батюшек, и, скажем, прихода, вот здесь вот роль, ну, скажем, такая очень огромная и важная роль. Потому что, смотрите, что происходит. Человек, который отлежал в детаксе и дал согласие ходить, допустим, на программу, он на программу идет к 9 часам, и к 12 часам он уже свободен. Что ему делать? Он пойдет на Бордвак, он пойдет там где-то в какой-то парк, он пойдет где-то в брошенный дом, где ему преподнесут. Где время с 12 часов провести человеку, который страдает, который имеет, скажем, алкогольную или наркотическую зависимость. Вот здесь, скажем, дом трудолюбия – это именно то делание, которое забивает все свободное время лица, который хочет избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. И здесь в ход идут уже все хорошо. Это и молитвы, это и службы, это и выполнение послушаний. Ну, конечно, каждому насильнику подход нужен индивидуально, порой они слабы, может дать кому-то отдохнуть, но бояться этого не стоит. Главное, чтобы у братьев-насельников был занят день, чтобы у них не было возможности отлучиться и, скажем, и осуществлять контроль, контроль за этим человеком, потому что контроль он тоже дисциплинирует. И здесь и как и священники, так и, как скажем, так и церковный совет выполняют очень важную работу. И в том числе и прихожане. Если где-то нашего брата-насельника где-то увидели, он где-то после программы пошел на борт, то прихожане приходят и говорят, и мне говорят, я думаю, и вам очень говорят о том, что наш брат-насельник где-то там уже, прости господи, ползает пьян. Ну, естественно, мы принимаем меры к этому, мы опять отправляем его на детоксикацию. Он теряет вэлфор, в конце концов, если он запил, и все начинается по-новому. Да, но вот здесь вот интересный еще момент один. Ты говоришь как бы о составляющей, чего ради мы называемся дом трудолюбия, это именно привить любовь к труду и организовать жизнь человека, это очень важно. Но это скорее все-таки такое профессионально-реабилитационная, но не чисто духовная помощь. А вот как, на твой взгляд, насколько важно для человека, проходящего реабилитацию, возвращающегося к трезвой жизни, насколько важно пережить опыт исповеди, настоящей глубокой исповеди? Ну, во-первых, значит, мы имеем дело с контингентом, который видел церковь, проходя мимо церкви. Проходил, прошел по тротуару и пошел дальше. Естественно, что эти люди не воцерковленные. Подчиняясь церковному распорядку, церковному распорядку, тот, который есть в доме трудолюбия, читая, в общем-то, и утреннее, и вечернее молитвенное правило, в конце концов, это большое достижение, что все они, наконец, знают отче наш. Уже большое достижение. То, что не пьют и знают отче наш, это уже большое достижение. А то, что касается исповеди и покаяния, то вот это сложно переоценить, то есть недооценить вот этот вопрос. Человек идет, он кается откровенно о тех поступках неблаговидных, которых он совершал, пьянствовал там, избивал свою жену, где-то употреблял наркотики, дрался, воровал. И для меня всегда вот такое, как бы сказать, откровение, я не священник. Но если человек устал от этого образа жизни, и он пришел и протягивает к нам руку и просит о помощи, это наш человек, с которым мы будем работать. И будем оказывать всяческое содействие, и всяческую помощь, как со стороны священства, так и со стороны прихода. Да, ну вот, то есть, как бы подытожив вот этот вот момент, в итоге, если все-таки, понятно, что не каждый брат сподвигнется на настоящую исповедь. Конечно. Но если он все-таки сподвигнется. Если он сподвигнется на настоящую, это, понимаете, это трудно, я даже словами, мне трудно передать это словами, это какую революцию должен перенести человек в своей душе, который всю жизнь свою вел распутно, и чтобы вот, даже чтобы он заговорил о своем поведении с отрицательной точки зрения, это трудно переоценить. Если такое осмысление произошло, это вам, как говорится, виднее, вы священник. Но я вижу, как ребята меняются в лучшую сторону. И это немаловажно. То есть это видно, это видно. Есть, конечно, как говорится, есть, конечно, все в руках Господа. Есть, конечно, случаи, которые, ну, скажем, ну, это уже такие хронические случаи, когда невозможно. Ну, эти люди просто, их устраивает такой образ жизни. Там уже бесполезно что-то делать. Но тот, кто протянул к нам руку помощи, мы никогда не отказываем. Никогда. Попросил о руке помощи. Да, попросил. Протянул к нам и говорит, люди добрые, помогите. Все это наш человек, с которым мы будем работать и будем работать до его полного исцеления. Да, есть и другие. То есть вот очень важно, мне кажется, пастырю, который начинает общаться с зависимым человеком, установить какой-то доверительный контакт и понять, насколько человек актерствует. Потому что в каждом, ну, в каждом нас живет какой-то актер, вот этот именно такой сатанинской составляющей души, которая пытается актерничать везде, до конца, да, до, уже, казалось бы, пришел на исповедь, и там продолжается вот это вот актерство. И для пастыря важно вот эту шелуху, как попытаться всячески снять. Вот как ты думаешь, со своей точки зрения, ты уже все-таки, ты уже старство приходу, ты уже столько лет исповедуешься, причащаешься. Вот. И у нас был, например, здесь один актер знаменитый, если ты помнишь, вот, вызывал на нас полицию, и самого его посадили в тюрьму, если ты помнишь, в день святого Ванифатия, 31 декабря. Пьяный был здесь и требовал права человека. Вот он... Леша был такой, вы понимаете? Вот этот вот брат Адьян, он подсаживался, смотрел в глаза и говорил, что, батюшка, я так вот проникаюсь в духовную жизнь, вы себе не представляете, я готовлюсь к окрещению. Вот. И было понятно, что это актер, действительно. То есть он актерничает. Но я всячески давал ему шанс. Вот, опять-таки, возвращаясь к тому же самому вопросу, вот что бы ты мог сказать, как священникам отличать белое от черного в данном случае? Есть ли какая-то лакомская бумажка? Есть ли что-то? Вопрос сложный. Некоторая сложность у священников заключается в том, чтобы отличать... Обычно эти люди, которые актерствуют, проживая вот в доме трудолюбия, это видно, что это актер, что этот человек неискренен, что где-то в чем-то он лжив. Все начинается от поведения, скажем, быту. Любого индивидуума. Как он себя ведет, как он, значит, как он ходит, как он ест, как он исповедуется, как он держит, как он ходит на молебны и прочее. Все. Или тут один идет на исповедь, я стою, он стоит с сигаретой, вот ему причащаться, Леша был такой у нас, если вы помните, насельник, ему идти причащаться, он с сигаретой стоит за углом, с чашкой кофе и побежал к батюшке причащаться. Понятно, что... Да. Что можно... Беззаконие такое сразу прервать. Да. И сказать, что ты... Что можно сказать? Конечно, это актерство. И эти люди, это видно, это видно, особенно, когда ты с ними общаешься, это видно, не вооруженность. Да, но для батюшек, которые сегодня вот слушают нашу лекцию, вот нашу беседу о зависимости, у них навряд ли есть возможность видеть в быту людей, которые к ним приходят. Вот представь себе, что к священнику подходит человек и говорит, батюшка, ну я вот вообще святой жизни человек вообще, у меня грехов никаких нет, ну только я вот просто жену избиваю, там иногда там, ну, пьянствую, там, ну, ворую, ну, а так вообще святой человек. Вот, и для священника очень важно попытаться как-то подобрать ключик к этому человеку, как-то его настроить на возвращение блудного сына, на то, чтобы он закричал в душе, Господи, спаси, погибаю, Господи, да уже не достоин назваться сыном. Первое, каким качеством должен обладать священник, первое, терпение. Терпение и смирение по отношению к этому человеку. Когда человек становится на духу, может даже где-то закрывать глаза на какие-то недостатки, может даже где-то закрывать глаза на какие-то мелкие нарушения, но дать этому человеку ожить, терпение, терпение и любовь. Это вот то, что... Да, особенно, мне кажется, любовь даже больше. Терпение, вы понимаете, чтобы полюбить, чтобы полюбить, как бы сказать, надо узнать человека, потому что тут желательно сначала терпение. Все христианство не было в том, чтобы научиться любви. Потому что, если мы называем себя христианами, правда, то мы идем по стопам Господа нашего Иисуса Христа, воплощенная любовь, правда? Он воплощенная любовь, значит, мы, чадо его, идем, как овечки за его стопом. Эти два качества, мне кажется, вот эти два качества терпения и любовь, они в работе с людьми, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью, постараться понять, что двигало человеком, когда он находился, пребывал, скажем там, в запое, либо в алкогольном, либо в наркотическом, разницы нет. Что им двигало? Сколько он уже, значит, уже сидит на этом? Что он по этому поводу думает? И естественно, что терпение и любовь, да. Вот последнее, что хотел тебя сегодня расспросить. Хочешь ли ты что-нибудь сказать пасторам, которые сегодня смотрят тебя? Может быть, это батюшки Америки, Канады, а может быть, и России, или как там, Индонезии, вот, все, кто нас сегодня смотрит? Я хочу сказать буквально следующее. Отцы, не надо бояться лиц алко- и наркозависимых. Это такие же люди, как и мы с вами, с такими же переживаниями, с такими чувствами, с такими же эмоциями. У них несколько травмирована психика. Когда они к нам приходят, вот желательно окружить их любовью, окружить их любовью, чтобы они почувствовали, скажем, чуть ли не материнскую заботу о себе. Они уже сами давно поставили на себе крест. Сами уже, что я такой никчемный, что я никому уже не нужным, мне осталось только пьянствовать, либо употреблять наркотики и лечь в могилу. Нет. Наш опыт показывает, что с ними должно работать и нужно работать, и есть результаты. И если есть у кого-нибудь проблемы, пожалуйста, приходите к нам. Чем сможем, тем поможем. Желательно, конечно, нам как-то расшириться. Если кто-то может оказать какое-нибудь пожертвование, мы будем очень за это благодарны. Спасибо, Господин. Дорогие пастыри, сегодня здесь у нас такая как бы обычная наша жизнь. И вот в дом Турдалюи постучался еще один старождущий брат. Зовут его Александр. Пришел он прямо во время утренней, и потом остался на часы, на прежде священную литургию. вот в состоянии довольно-довольно слабеньком, психиатрически слабым состоянием. Он не был пьяным, но попросился, вот стал к нам, в дом Турдолюбия, стал плакать, стал говорить, что вот он очень просит помочь ему. Вот. Я думаю, что это может быть промыслительно, что сегодня именно мы с вами беседуем о различных возможностях реабилитации. И как раз приходит вот такая старождащая душа именно сегодня, да, не вчера и не позавчера, а вот случится она сегодня, и мы можем общаться первые какие-то наставления давать этому человеку непосредственно как бы в рамках нашей с вами сегодняшней беседы. Вот. Мне кажется, что принцип должен оставаться в главном один и тот же. Принцип это христианская любовь. Если мы с вами попытаемся помочь страждущему человеку и не будет достаточно любви в сердце, то лучше даже не пробовать, потому что человек это немедленно чувствует. Интересно, что человек существо не чувствительное, а сверхчувствительное. Оказывается, он может почувствовать вещи, которые мы, кажется, можем скрыть. То есть нам представляется, что вот мы пришли, мы навесили на себя маску христианской добродетели, улыбаемся, обнимаем его. Сами думаем, о, Господи, вот если он сейчас меня пырнет ножом, то что же я буду делать? Вот. Но надо понять, что мы все под Богом ходим. Не надо бояться смерти. Если мы не убоимся смерти, тогда уже точно не убоимся, что кто-то нас атакует там или нахамит нам. Вот. Я разговаривал со многими батюшками и помню, меня поражал такой вот подход, когда батюшки говорят, ну, они же мне могут наврать, и я не знаю, что делать. Но наврать это самое легкое, что они могут. Они могут, конечно, и действительно и пнуть, и оскорбить, и публично. Но надо просто понять, что эта работа, пастырьская работа, которую, кстати говоря, никто от пастыря не отнимал. Но, понимаете, она еще имеет, оказывается, такую награду фантастическую для каждого пастыря. Я не говорю даже о награде в Царстве Небесном. Прямо здесь, на этой земле, в этой жизни вы получаете колоссальную награду, если хотя бы одна душа сможет вырваться из этого плена. Может быть, даже не полностью вырваться, а пробыть какое-то время в трезвом состоянии и получить шанс на спасение. Это уже, я считаю, что это победа действительно над силами злобы поднебесной. Итак, на мой взгляд, самый главный принцип это именно христианской любви. Я спросил у батюшки Михаила Карни, который рассказывал мне про своего друга, занимающегося реабилитацией бездомных, где-то в Центральной Америке. Я говорю, а какую же методику он применяет? Применяет ли он методику Миннесоты, там, 12 шагов или как-нибудь? Он говорит, да нет, батюшка просто их любит. И результативность довольно высокая получается. И вот, мне кажется, это замечательный ответ. Но мы хотим немножечко более подробно разобраться во всех этих деталях. в формате сегодняшней лекции не хотелось бы углубляться в исследование одной из методик или в подробный-подробный разбор, там, скажем, а что же могут применить наркологи и как они спасают души человеческие, а вот что, скажем, духовные практики православные типа батюшки Анатолия Берестова, вот, полностью уйти в исследование их опыта. Вот, хотелось бы, чтобы эта лекция была немножечко обзорной, чтобы мы могли понять, в принципе, что же предлагается сейчас в различных революционных центрах, и чтобы каждый батюшка мог бы для себя хоть чуть-чуть вынести полезного такого, практически полезного для работы с зависимыми людьми. Вот, и так хотелось бы сказать, что, во-первых, на рынке духовной литературы появляется все больше и больше интересных изданий, которые помогают пастырям и просто прихожанам православным разобраться в проблематике зависимости. Есть такой замечательный автор, егумен Евменей, который издает вот такие вот книжки, «Пастырская помощь душевнобольным», «Собранные во имя мои лучшие одежды в наркотическом мире», «Батюшка, я наркоман, который я держу» и так далее. Вот, есть такой доктор Авдеев, вот, пишет на английском, здесь Orthodox Psychotherapy, вот, и есть чудный батюшка, отец, архимандрит, Милетий, с которым мы познакомились, и лекции его сейчас есть на том же самом портале епархии, вот, то есть есть источники информации, можно легко для священника, который интересуется более глубоко данным вопросом, заняться таким самообразованием. Ну вот, что характерно, например, в трудах батюшки Милетия, которую я очень уважаю, он приверженец вот одной школы, как бы, вот, школа 12 шагов, и он понимает всю весомость практики анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, вот, сам батюшка пережил в свое время зависимость, и он об этом открыто говорит, что совершенно замечательно, на мой взгляд, что он абсолютно не боится сказать, что да, я сам алкоголик, 30 лет не пью, вот, и сам он на себе испытал всю колоссальную помощь, которую может принести в жизнь зависимого человека школа, называемая анонимными алкоголиками, но это одно из направлений, и вот, что я хотел бы в нашей лекции показать, что здесь очень важен индивидуальный подход, если перед вами некто, кто напоминает отца Милетия 30 лет тому назад, то очевидно для него с одной стороны пастырьское участие, а с другой стороны именно вот этот клуб анонимных алкоголиков, это самое замечательное, что можно только предложить, но здесь необходимо крепко помолиться и понять, кто перед вами, насколько человек, который к вам пришел и обратился за помощью, нуждается именно вот в этой, в клубе анонимных алкоголиков, может быть, ему намного полезнее обратиться просто в один из реабилитационных центров, и те два примера, и староста Александр, и мой старший прислужник Георгий, вот, они как раз говорят о том, что им анонимные алкоголики, анонимные наркоманы не помогают реально, то есть они не нашли там себя, они не почувствовали там себя комфортно, и соответственно помощь была минимальна, зато пройдя самый простой вот лежащий здесь вот к нам реабилитационный центр, реабилитационную программу, они получили реальную помощь, но все-таки в центр тяжести они переносят на то, что они получают в церкви христовой подготовка к исповеди, более серьезное отношение к своей духовной жизни, и стояние на страже собственных помыслов, мне кажется, что эти вопросы мы должны немножечко глубже сегодня осветить, вот, но опять-таки хочу утвердиться и пойти дальше немножечко, вот, чтобы каждый из слушателей сегодняшних мог бы понять, о чем я пытаюсь сейчас говорить, что необходимо найти баланс вот, между духовной, практикой, духовной помощью зависимому человеку, медицинской, и еще и социальной помощью, если, например, к вам приходит зависимый человек, у которого проблемы в семье, а я еще не видел зависимого человека, у которого не было бы проблем в семье, и мы с вами помогаем ему духовно, мы обращаемся к врачам, они помогают ему со своей точки зрения, он приходит домой, а там ему наливают стакан, жена, или наоборот, сбивает его сковородкой, то получается, что наша совместная работа буквально разрушается на корню, значит, необходима еще и третья составляющая, это социальные условия для того, чтобы зависимый человек мог встать на ноги и возрастил себе вот этот внутренний духовный иммунитет, который, на мой взгляд, так важен в любой борьбе со страстями и похотьми нашими, это для каждого христианина необходимо, так вот, как бы подытоживая первую часть нашей сегодняшней лекции, хочется сказать, что вот этот монстр зависимости, вот этот страшный дракон зависимости имеет три головы, и надо с трех сторон атаковать все эти три головы, это духовная составляющая, то есть каждый зависимый, по сути, человек бесноватый, и надо понимать его проблемы, надо к нему обращаться как страждущему духовному человеку и пытаться его направить на путь спасения, через, конечно, таинство церкви, если он не крещен, готовить его к крещению, если он крещен, но не воцерковлен, то пытаться пройти с ним катехизис и подготовить его к первой исповеди, и потом вести его в духовную жизнь. Первая составляющая, вторая составляющая, чисто медицинско-психологическая, и здесь 12-шаговая, например, система помощи и реабилитации, так называемая Миннесота, то, что применяется активно в реабилитационных центрах и в реабилитационных клубах анонимных алкоголиков и наркоманов, совершенно замечательно может помочь. И третье, еще раз, это социальные условия. Мы здесь в Доме трудолюбия изо всех сил пытаемся создать ребятам нормальные социально-духовные условия православные, в которых они могли бы реабилитационно входить в социум и входить в православную жизнь. Конечно, это очень сложно. Для нас может быть третья составляющая самая сложная. Проще всего было бы просто сказать, ребятки, вы у нас живите и все, ну вот вам кусок хлеба, вот крыша над головой, вот, это не работает. Необходима именно вот помощь с социальной точки зрения, то есть дисциплина, некое расписание в жизни Дома трудолюбия. Ребята все подписывают правила, довольно длинный список правил, они понимают, что они не имеют права выпить, они не имеют права материться, не имеют права грубить, они должны нести послушание, у них должно быть расписание, дня, распорядок, в определенное время у них утреннее молитвенное правило, вечернее молитвенное правило, и так далее, и так далее. Вот эта социальная составляющая для нас является основой нашей заботы о ребят в плане социальной помощи. И я, как священник, и мой помощник, отец Павел Иванов, со своей стороны, мы всячески пытаемся ребятам объяснить, а что же такое таинство, почему так важно прийти на исповедь, почему так важно подготовить свою душу на очищение, и тогда потихонечку, шаг за шагом, вскарабкиваться и ползти уже ко спасению. Итак, я хотел бы дальше пройтись по тем темам, которые в своей книге обозначил Игумен Евменей. Вот, видимо, батюшка профессионал в наркологии, совсем не новичок, пишет, что он очень таким грамотным языком. Я не хочу идти по его книге, а просто хотел бы использовать его как бы косяк тем, которые он освещает, и немножечко поговорить о них. На мой взгляд, это очень-очень правильный такой вот у него подход в плане чисто методологическом. Вот, итак, мы сейчас ушли от социальной составляющей, ушли от составляющей медицинской и психологической и неразбираемой, а что же лучше, анонимные алкоголики или реабилитационный центр, и хотели бы поговорить именно о пастырьской части, это как бы пастырьская психотерапия. Тема первая, которую здесь, мне кажется, очень важно обозначить и немножечко поговорить. Значение долготерпения и участие. Первое, с чем сталкивается зависимый человек, когда он оказывается наедине со своей проблемой, это полное отторжение всех и вся. То есть, ему представляется, что мир обрушивается на него, мир озлобился на него до такой степени, что человек впадает в уныние и готов в какой-то момент жизни вообще покончить жизнь самоубийством. Когда он приходит в церковь, первое, что он пытается выяснить, а здесь, в этом неведомом для него мире, есть ли кто-нибудь, кто ему доверяет, кто его любит реально. Мы с вами уже оговаривали вот этот момент о христианской любви. Если мы с вами, дорогие пастыри, недостаточно стяжали любви к этому страждущему ближнему нашему, то, пожалуй, ничего у нас не получится. Надо действительно сначала искренне полюбить каждого входящего к нам человека. И тут же встает вопрос долготерпения и участия. Если батюшка или староста или кто-то из помощников священника проявляет вот это самое нетерпение, то есть видит там, скажем, неопрятный вид человека, который вчера был бездомным и просит его не приходить больше никогда в церковь, хотя человек трезвый, хотя он пытается подвязаться как-то, то это, конечно, создает сразу колоссальный барьер. Священнику же очень важно объяснить своей пастве, чтобы не было вот такого самочиния в плане помощи в кавычках будет сказано священнику, когда люди подходят и как бы пытаются изолировать любимую батюшку от подобных элементов, дабы они ему не надоедали. Вот, для зависимого человека это практически все, то есть это сразу указание на то, что церковь для него не открыта, вот, что он здесь не найдет никакой помощи и он уходит опять в свой запой, может умереть и тогда вот представьте себе дорогие, что мы с вами все вместе взятые, те, которым Господь даровал шанс помочь и те, которые этот шанс упустили, мы будем отвечать за эту душу человеческую на страшном суде, это ужас, даже подумать об этом. итак, долготерпение и участие, то, что для пастырей так, так необходимо. Далее, батюшка Евмия не понимает тему такую, что такое перерождение души человеческой. Вот, надо, надо каждому пастыря осознать, что ему дарована душа человека не для того, чтобы он ее палкой куда-то там загонял в Царствие Небесное, а именно присутствовать как бы, да, при чуде перерождения, что Господь перерождает эту душу. Не пастырь, а сам Господь. А мы, пастыри, мы должны всячески помочь этой душе, мы должны, примером, и собственной жизни, и собственной вот такой любви, и терпения, и молитвенной настроенности своей, вот, показать, показать пример христианской жизни, это очень сложно. первая наша проповедь, это наша жизнь. И здесь самый сложный вопрос, конечно, я первый грешник, стою здесь вот перед вами, должен рассказать, что сам показываю очень плохой пример христианской жизни, и, конечно, зависимые ребята это чувствуют, и мало что я могу дать, к сожалению, глубокому. Далее, батюшка Евмений ставит такой вопрос, о евангельском отношении к себе, к самому. Надо сказать, что практически все священники, которые серьезно занимаются проблемой реабилитации, вот те, с которыми меня Господь познакомил, они именно так подходят к вопросу, что мы, как бы с вами, дорогие ребята, дорогие братья, зависимые и сестры, находимся все вместе в каком-то болоте, давайте вместе вылезать оттуда, то есть мы ничем не лучше, чем вы, и вот этот такой постулат о том, что ну священник где-то там высоко-высоко витает, и куда мне до него-то, это создает, как ни странно, дополнительную такую преграду, человек, зависимый брат, он говорит, ну, я все равно никогда не стану христианином, вот таким, как там, священник, вот, ну зачем мне тогда пытаться, и настраивается на путь уныния, который, конечно, абсолютно бесперспективен, и ввергает человека еще в большую бездну, чем он был до прихода в церковь, вот, интересная тема, это первая встреча, на Руси, говорят, встречают по одежке, провожают по уму, да, да, что это такое в данном случае, человек, зависимый, сталкивается со священником, и у священника в этот момент какие-то свои эмоции, конечно, своя жизнь, он чем-то занят, и вот очень важно хотя бы на мгновение бросить все, и понять, что вот в этом зависимом человеке сам Господь, за ним стоит, вот за его падшим внешним видом, там где-то внутри стоит икона Христа, и вот увидеть эту икону и этой иконе поклониться, на секундочку забросить все остальное, уделить хоть несколько минут внимания, но полностью отдать эти минуты внимания этому человеку, это очень важно, очень важно, чтобы как бы человек почувствовал, что действительно для пастыря принципиально важно спасение этого человека, дальше, второй момент, как обрести взаимопонимание, ну, я уже сказал, конечно, это все зависит от христианской любви, настроенности, насколько мы их любим, настолько они нам открываются, в большинстве своем, но простой совет, наверное, здесь такой будет, просто искренним быть, быть искренним, не пытаться превозноситься, не пытаться сказать, что как ты мог в таком виде там явиться в храм Божий, нет, принять человека таким, какой он есть, единственное, если человек пьян или находится в наркоопьянении, то обнять его, сказать, что брат, дорогой, при всем своем желании я не могу тебя пустить в храм, давай, я тебя сейчас госпитализирую, и ты сразу после госпиталя приходи ко мне, будем общаться, все, только не теряй связь, вот, если вы, дорогие пастыри, находитесь в каком-то достижимом расстоянии до нас, пожалуйста, смело можете отсылать своих подопечных к нам, пожить какое-то время, вот, а потом они уже могут вернуться в ваши приходы и быть вашими помощниками, что, кстати говоря, уже многократно подтверждалось, что такая практика имеет свои плоды хорошие. Как показать пастырю, что ему можно доверять? Замечательный вопрос. Действительно, если священник просто говорит на словах, что, ну, брат, дорогой, ты мне можешь доверять, ты мне можешь доверять, и не показывает это делом, то вот это некая фальшь, даже в микромасштабе, она особенно ощущается зависимой душой человеческой, и будет гиперболизирована, и тут же вызовет соответствующий негатив. Осознание собственных чувств. Вот здесь для священника важно понять, что же я действительно чувствую, действительно ли я, полюбил ли я этого брата, если я его не смог еще полюбить, ну, лучше, наверное, действительно, отойти в сторону, сказать, что, прости, дорогой, вот ты лучше пообщайся там с Марией Ивановной, вот, она тебе сейчас расскажет немножечко, а я к тебе вернусь. Вот, пока у нас нету особенной мирности в душе, то есть, вот того мира, о котором говорил батюшка Серафим Саровский, пожалуй, мы ничего не можем принести человеку, который к нам обращается. Как разморозить человеческую душу? Тоже замечательный вопрос. Надо осознать, что действительно душа человека, во-первых, никому не доверяет, во-вторых, находится в замороженном таком страшном состоянии. и эта замороженность может быть и должна быть растапливаема. Конечно, тот же самый принцип, особенный любовью, как-то вот человека побеседовать с ним, погладить его. Даже интересно, что физическое прикосновение, скажем, погладить человека по плечу имеет колоссальное значение. В современном обществе американском все терапевты говорят, не трогайте своих подопечных, потому что может возникнуть самые различные какие-то восприятия о том, что вы как-то домогаетесь до этого человека и побойтесь судов и пересудов. Мы же, работая реально с людьми дна человеческого общества, понимаем, что если мы боимся прикоснуться к человеку, просто потрепать человек по плечу дружески, то они это тоже чувствуют и воспринимают как некую брезгливость священника, что вот священник боится заразиться чем-нибудь, если ко мне прикоснется. Опять-таки, мне кажется, это очень важно. Когда человек приходит на исповедь, тоже попытаться как-то обнять его и даже через эпитрохиль попытаться погладить его, это оказывает на душу человеческое, совершенно фантастическое действие такое. Как увидеть во взрослом ребенка? Тоже очень важный момент в пастырской психотерапии, такой практической пастырской психотерапии. Ведь каждый человек, который пришел, он несет с собой колоссальный багаж всего негатива своего, своего отвратительного опыта, своих перенесенных и неразрешенных обид на это общество и на свою собственную жизнь. И как же достучаться, как увидеть там ребенка? А это так необходимо. И здесь помогает, как ни странно, все уже перечисленное выше, и плюс еще такое доброе чувство юмора. Не надо слишком много, огромный груз нагружать психологически на человека, а просто общаться с ним с долей такого доброго человеческого юмора, но именно такого отеческого и братского тепла. Если мы начинаем немножко ерничать над человеком, поддергивать, подструнивать какие-то больные стороны, то это, конечно, вызовет только негатив. Очень важно прикоснуться к собеседнику. И здесь очень помогает откровенный рассказ о себе самом. я на своем опыте могу свидетельствовать, что я очень часто лично, садясь на первые беседы с зависимыми ребятами, рассказываю о своем очень нелегком пути ко Христу и о том, как меня куда швыряли волны житейские, и как мне самому было очень тяжело преодолеть всю вот эту лавину, какую-то махину собственных страстей, похотей, и прийти искренне раскаяться, искренне начать путь своего восхождения к Творцу, путь обретения каких-то духовных тропинок. И насколько сложно сейчас мне я искренне понимаю, что ребята, которые сидят передо мной, они могут все меня обогнать еще в Царстве Небесном. Это должно быть искренне. Если люди верят в то, что вы говорите, тогда они к вам идут, тогда они вам доверяют, они открывают двери души свои. Помните, покаяние двери отверзи нам человека любче. Очевидно, в душе есть вот эти двери, которые мы можем открыть, двери покаяния. И надо начинать, конечно, самих с себя. Что посоветуют люди, профессионально обращающиеся в плане реабилитации? Как говорить с зависимым человеком? Диалогом или монологом? И здесь ответ, на мой взгляд, однозначен, что монолог душа страждущего человека не услышит. Монолог возможен в проповеди, где священник говорит от имени самого Христа, стой на амвоне, это замечательно. Но в общении необходим диалог, необходимо именно услышать, что тебе говорит собеседник. Как-то его попытаться немножечко, как мы только что говорили, растопить, раскачать и начать такое доверительное общение. Вот это так важно. Одновременно священник должен помолиться к Господу за помощью и попросить, подсказать, а не актерствует ли человек. В живых примерах, которые я вам сегодня приводил, вот в рассказе нашего старшего прислужника брата Георгия, да и в рассказе староста Александра звучали слова о том, что вот есть люди, и среди зависимых тоже их, конечно, немало, которые приходят, просто вот актерства ради нету, нету реального желания изменить жизнь свою, реально раскаяться, а есть просто изображение такого вот какого-то покаяния, такое наносное. и если батюшка чувствует, что человек просто играет, то, на мой взгляд, необходимо довольно простенько, так, по-доброму, опять-таки, прервать и сказать, что брат, ну, кому же это нужно? Вот эта игра не нужна ни твоей души, ни Творцу, ни мне, вот здесь сидящему священнику. Но тоже делать это надо осторожно, если вдруг священник ошибется, и человек-то как бы кажется, что играет, а на самом деле искренне изливает душу свою, то можно нанести тоже человеку неисправимую рану. Вот, очень важно помнить, что в диалоге самое важное. В диалоге всегда есть возможность уклониться в ту сторону, особенно, если ваш собеседник словоохотливый, люди образованные, оказавшиеся на дне по причине своей зависимости, они могут говорить часами и уводить священника в некие свои дебри. Вот очень важно иметь четко в сознании, что вот беседа первая, мне надо донести до человека именно, что такое Таинство Церкви, что такое Исповедь, и так или иначе возвращать разговор именно к этому, именно к этому. Вот, батюшка иегумен Анатолий Берестов повторял мне вот в нашу последнюю встречу в Москве, я только с ним познакомился, и вот он пригласил меня на такую чудную беседу, он повторял мне одно и то же, что нету, пожалуй, на его взгляд, по его опыту нет ничего важнее, чем подготовить человека к первой исповеди в жизни, первой настоящей исповеди, даже если человек уже исповедовался когда-то, и не бросил пьянствовать, и не бросил наркотики, значит, у него не было настоящей исповеди, и батюшка как бы всю свою работу, всего себя бросает именно вот на это, на подготовку к первой исповеди, и посмотрите, какие результаты, человек проходит эту первую исповедь и действительно перерождается. О том, как поближе узнать своего подопечного, вот, если мы с вами все-таки добьемся некой доверительности в отношениях, и человек начнет рассказывать о своей семье, какие-то какие-то детали, вот, то это для пастыря должно быть очень-очень ценно, попытаться как-то поучаствовать в жизни, может быть, его семьи, хоть как-то, хоть, не знаю, какую-то духовную литературу, какой-то журнал попытаться выслать кому-нибудь из его родственников, тоже может произвести очень такое трогательное влияние на развитие души человеческой. Пастырь должен постоянно помнить, что мы не перевоспитываем своих подопечных, вот это вот очень-очень важно, постулат о перевоспитании, он в корне не верен, потому что воспитывать может в детстве родитель, а дальше Господь, ставя человека в те или иные условия, но перевоспитывать священник, особенно при первом своем общении, я хотел бы еще раз поблагодарить нашу пресс-службу епархии и еще раз поблагодарить Попечительский Совета Нужных Зарубежной Церкви, который сделал это возможным и выделил средства большие для того, чтобы поддержать вот это начинание доброе, на мой взгляд, переоценить значение того, что у нас сейчас в епархии есть такая возможность записывать пастырьские ресурсы, это просто невозможно переоценить, потому что уходят из жизни чудные пастыри, такие, как батюшка вот сейчас делился с нами всем своим духовным опытом батюшка Валерий Лукьянов, один из, я думаю, самый сейчас старейший священник всей зарубежной церкви, протопресвитер, с колоссальным опытом, с колоссальным знанием литургики и гомилетики, и я был счастливым собеседником батюшки на записи подобной лекции, которая проходила у него в храме в Лейквуде, вот, мне кажется, что мы все священники должны собраться единым фронтом и помочь этому начинанию, потому что, конечно, те средства, которые выделила епархия, выделил попечительский фонд, это стартовые средства, но дальше все это начинание может умереть, если мы с вами не будем всячески поддерживать это доброе дело финансово, молитвенно и физически помощью. Спасибо вас, Христос, дорогие! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова